Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Дух Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня воскресный день, неделя, с этого дня начинается неделя торжества православия. Есть такой день в окончании первой седмицы и в начале второй седмицы, на стыке двух недель, стоит день, неделя, воскресный день, в который мы вспоминаем, что произошло в IX веке. К этому моменту церковь вновь раздиралась и мучила, и кровоточила, страдала от иконоборческой ереси. Ибо кому-то в голову пришло, и он это сформулировал, он это озвучил, он это донес до общественности. А общественность в лице многих священников, церковнослужителей, императоров, воинов, они приняли эту мысль, что те иконы, которые несут в себе изображение Христа, Его Пресвятой Матери, святых, которые церковь чтила восемь веков до этого, хранила, писала, передавала из поколения в поколение. Многие иконы были написаны очевидцами событий евангельских, евангелистом Лукой, и они были как особые святыни, особый дар христианскому народу. И вот тут возникла ересь, утверждающая, что иконы — это идолы. Ну, где-то в сознании, что идол — это деревянный божок, которому поклоняются и которого почитают за Бога. И пришло это в сознание многих. И империю стала потрясать ересь таким образом, что был отдан приказ вооруженным силам, солдатам применить силу и направить эту силу на уничтожение христианских святынь. Столько икон, столько величайших, чудотворных святынь церковь в то время потеряла. А с другой стороны, и приобрела, потому что, ну, например, недавно мы вспоминали эту историю. Одна женщина хранила у себя икону, написанную евангелистом Лукой. Это был образ Божьей Матери в стиле Адигитрия. Божья Матерь держит на руках младенца. И вот к ней в дом врывается воин, видит эту икону и в ненависть ударяет в неё копьём. Копьё попадает в ланиту, в щёку Пресвятой Богородицы, рассекает, и по иконе начинает строиться кровь. Обычная человеческая кровь из деревянной иконы. И это удивительное явление, оно потрясло всех видящих, и воина, и женщину. И икона была спасена. Её ночью отнесли к берегу моря, положили на воду, она встала и пошла по волнам, по водам. Где-то два века находилась, и потом, в начале XI века, мы знаем, что она была обретена старцем Гавриилом у берегов Афона, напротив Иверского монастыря. Это Иверская икона, я о ней сейчас говорю. И вот таких явлений было множество. Но церковь стояла, церковь боролась с этой ересью, церковь защищала свои святыни. Порой даже ценой жизни мучеников, исповедников, как в прошлом веке, когда закрывались храмы, когда хулились святыни, топтались иконы. Также выходил человек из народа и говорил, это нельзя, это недопустимо. Он возвышал свой голос против толпы, против власти, совершающий богоборческое действие, богохульство. Этот человек принимал мученическую смерть, а многие от этого приобретали зерно в свое сердце. Они уходили и начинали задумываться. Но это же серьезно, если человек жизнь свою отдал ради того, чтобы сохранить святыню. И они меняли свой взгляд, они возвращались в церковь с покаянием. И вот тогда святая императрица Феодора, она запретила своей властью, также своим сердцем восприняв истину веры церкви, запретила эту ересь. Она была остановлена, иконы были возвращены в храмы. И церковь дальше продолжала уже мирную жизнь, ну, до очередного возмущения той или иной ереси, волнения. А мы с того времени празднуем вот этот день торжества православия. Торжество православия. В чем оно? Конечно, были эпизоды, когда государственная власть вставала и говорила свою волю в согласии с волей Божией и в поддержку и в сохранение церкви, ее святынь. Но все-таки основное торжество православия, когда в каждом сердце человека происходит вот такое противодействие злу, лжи, неправде, когда человек ищет истину, когда человек защищает ее от лукавых духов, от собственной греховности, от лживого мира, когда человек держится за Христа всей своей жизнью, всей своей волей. И в этом главное торжество, в этом главная радость для Бога, чтобы, как он сказал, что на небесах радость бывает больше, когда один человек погибающий спасается, чем 99, которые не нуждаются в покаянии. Будем радоваться нашей вере, будем ее хранить и прославлять Бога дивного во святых своих. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!